Львов В центральной площади стоят несколько палаток. На экране идет круглосуточная трансляция с Киевского Майдана. Утром здесь никого нет. Народ обычно собирается к обеду и стоит до позднего вечера. Самые активные протестанты уехали на Киевский Майдан. Здание местного областного совета львовяне заняли без боя. Говорят, даже начальник местной милиции обратился к протестантам с просьбой ничего не ломать. Последние ограничились возведением баррикад по периметру от входа, у которого народная дружина проверяет документы посетителей. К закону об амнистии для участников протестов в обмен на освобождение захваченных зданий здесь относятся с иронией. Люди используют помещение так, как считают нужным, говоря, что губернатор был здесь не более чем гостем. Сегодня все работники совета вышли на улицу поддержать республиканскую акцию. Ровно в полдень по всей стране спели государственный гимн. Тут же в здании врачи и студенты-медики организовали пункт первой медицинской помощи. Лечат всех независимо от политических убеждений. Жалобы у пациентов самые разные. Пришел сюда мальчик. Значит, несколько человек их пришло. Сказали, девочки, выключите, пожалуйста, телефон. Девочки выключили телефон. Он сказал, у меня пулевое ранение. Или вы мне сейчас надаете медицинскую помощь, или я вообще не обращаюсь никуда. Вытащили пулю, так как она была неглубоко проникающая, можно было ее убрать просто пинцетом, обработали рану. Просто он забрал с собой ее и ушел. Он пришел в маске, никто его ни лица не видел, никто, ни что. Во Львове организован пункт приема медикаментов, продуктов и одежды от населения. Место предоставила греко-католическая церковь. После все отправляется на главный майдан страны, в Киев. Я пришла сюда в меру возможностей помочь медицинской службе, чтобы ни один, кто стоит на Майдане, возле Майдана, не пострадал. А если уж пострадал, чтобы была возможность оказать ему медицинскую помощь. Вот у нас здесь есть, значит, то, что медикам на Майдане нужно. Это есть, значит, каски трех типов. Одни против пуль, другие просто отличительные знаки. Есть респираторы, какие можно покупать для медиков. Есть чемоданчики для сбора лекарств. Они вот так выглядят, мы наклеиваем христи туда. Местное духовенство также всецело за перемены. Церковь должна быть всегда с народом, говорят здесь. Вне зависимости от того, храм ли это или улица. Церковь всегда стоит на стороне Божьего закона. Божий закон, как бы сказать, гарантирует людям, чтобы, ну, свободную жизнь. Во Львове находится подразделение внутренних войск и милицейского спецназа «Беркут». Жители города заблокировали их, чтобы ни один солдат не смог уехать в Киев и воевать за Януковича. Здесь число человек, которые должны были в первые дни забастовок ехать на Киев, для того, чтобы помогать «Беркуту», помогать власти бить наш народ и держать позицию, чтобы люди не могли свой мирный протест проявлять. И здесь сообразили, что мы забаркали все входы, все выходы, для того, чтобы техника не выехала отсюда. Воспрепятствовать военным, пусть и таким способом, в участии силового разгона Киевского Майдана, решились не только львовские мужчины. Тут есть и женское отделение. Для представительниц прекрасного пола сделали загородку от ветра и поставили смотреть за одним из выездов из части. Мы блокируем вот эту воинскую часть. Пару раз они пробовали выехать, но есть информация, что эти наши постои действительно влияют на ситуацию. Они видят, что их блокируют, сдерживают, и они, правда, не могут выехать. В случае попытки выдвижения из части военных немедленно поднимается общая тревога. Система оповещения отработана и позволяет собрать за короткое время до нескольких тысяч человек. Жители окрестных домов всегда готовы прийти на помощь, потому что они знают, за что и против кого борются. Мне лучше с Европой, чем с Россией. Я был в Европе, я видел там жизнь, мне очень понравилось. И, честно, вот Янукович достал уже. Надоел этот президент, он вообще какой-то дебил. Похоже, и сам Янукович уже понимает, что его карта бита. Но все же судорожно пытается найти панацею от всех бед. Ведь даже его, казалось бы, непотопляемый корабль партии регионов дал серьезную пробоину. Представители львовского отделения фракции на днях заявили о самороспуске. Им, регионалам, ранее преданным своему вождю, теперь больно и обидно за погибших в протестных акциях соотечественников. Редактор субтитров А.Семкин